Лихие 90-е не ушли в прошлое. Сегодня в Самарском районном суде на скамье подсудимых Сергей Гафуров. По версии следствия, именно он организовал преступную группировку, известную в определенных кругах как Законовские. Гафурову грозит тюрьма. Несмотря на это, он в хорошем настроении пытается работать на публику. В зале суда родственники и знакомые. По версии следствия, Гафурова обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Владимира Изумрудова. Якобы для этого мужчина нанял киллера, дал ему деньги, пистолет и гранату. Но выполнить задуманное наемник не успел. Его арестовали по подозрению в убийстве другого коммерсанта, Вадима Винокурова, которого в мае 2014 года расстреляли в собственном катере на реке Татьянка. Оперативникам ФСБ удалось задержать и предполагаемого лидера преступной группы. Сейчас Сергей Гафуров под стражей, но вину не признает и хочет, чтобы его отправили под домашний арест. Но следователь против. Учитывая данные обстоятельства и характер совершенного преступления, в которых обвиняется Гафуров, у следствия имеется основание полагать, что находясь на свободе, Гафуров может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей по данному уголовному делу. Высокое давление и сердечная недостаточность. Адвокаты говорят, Гафуров болен. И в изоляторе ему станет только хуже. Состояние мы его защиты увидели. Его вчера или позавчера обследовали в кардиоцентре. У него установлена гипертоническая болезнь, раз, и что-то с сердцем. Я не знаю, терминологию медицинскую, потому что официального заключения мы сейчас не получили. Свою вину Гафуров вообще признавать отказывается. Говорит, что его оклеветали. Тот самый киллер, который сейчас тоже под следствием. А с измродовым, уверяет, старые друзья. Скажите, вы согласны с обвинениями? Суд постановил Гафурова заключить под сражу еще на два месяца, до 14 декабря. К тому времени следствие должно успеть собрать необходимые доказательства. Даниил Лучко, Константин Головин. События.